смотрите здесь пассажирам такие гостевые бутылочки какие-то крекеры и чай с кофе чем такая веселая у нас компания вот уже девушки едут вы можете сказать привет потому что вы потом невольно будете в кадр попадать когда я буду снимать в общем друзья только что прошли погран контроль на армянской стороне самое интересное вот здесь во второй кабинке мужской женский и душ и очень интересно посмотреть как же все выглядит внутри опа вот это четыре раза не это только пятница суббота воскресенье это скоростной девушка ехала на мне разрешила заглянуть просто показать как все выглядит вот то есть сейчас проводник подсказывает что да верная информация так друзья сейчас 4 45 утра мы только что прошли паспортный контроль здесь на грузинской стороне нужно было выходить из поезда так ну что друзья сейчас пол девятого вечера и я нахожусь перед центральным входом на главный железнодорожный вокзал ереван вот он справа от меня вот такое шикарное здание резное выполнено конечно же знаменитого розового туфа но давайте же уже зайдем внутрь и я расскажу что я здесь делаю в столь поздний час этот вокзал был построен еще во времена ссср и с тех пор является местной достопримечательностью сегодня же с него регулярно отправляются пригородные и международные поезда связывающие не только разные города армении но и саму армению с соседними странами пришло время раскрыть карты позади меня поезд номер 371 372 который идет из еревана в тбилиси да я прямо сейчас главного вокзала в ереване отправляюсь вот на этом поезде в тбилиси из армении друзья в грузии когда я готовился к поездке то прочитал википедии что этот поезд состоит из всех типов вагонов начиная от спального и заканчивая сидячим а главное в нем имеется вагон ресторан ага как же раскатал я губу друзья заглянул в супермаркет рядом с вокзалом гереван вот покупаю немного продуктов там бананчик йогурт водичку потому что как оказалось в поезде нет вагона ресторана к моему большому разочарованию так что надо затариться хоть каким-то перекусом иначе в поезде будет очень грустно совсем-то без еды ехать конечно недолго ну типа только ночь но я последний раз кушал несколько часов назад и надеялся еще раз плотненько поужинать уже в поезде но не судьба так что затариваю с перекусами спасибо сакты точно не пропадут но в общем лучше чем ничего посадка в поезд началась за 20 минут до отправления у вас электроны до на кроне да надо код показать или узнать сейчас первое это получается первое купе до 1 самого да все можно проходить да так друзья заходим в поезд ереван тбилиси южно-кавказские железные дороги сегодня воспользуемся этим сервисом попробуем доехать из столицы армении в столицу грузии у меня сегодня почетное первое место так вот моё первое купе первая полочка располагаемся так надо опустить готова солнечку сюда так на их арчи камера все друзья я в поезде стоимость билета в мой плацкартный вагон составляла чуть меньше 15 тысяч армянских драм или около трех с половиной тысяч рублей так ну что пока не отправились пока тихо сразу покажу наш вагон кстати он реально новый все чистенько все целенько мне очень нравится здесь вот электронное табло там показывают номер вагона время температура вагоне 19 туалет зелененький открытый что у нас тут мягкие сиденья и вот синенькие все не скользящая ткань когда же сказал приятная так верхняя нижняя полка здесь багажное отделение так вон регулятор громкости радио листы нам будут включать так мне очень нравится как стол сделан ну так под дерево есть специально для там подстаканников бутылок небольшие выемки он не поднимается не двигается ну окей принципе у нас такое купе на 4 здесь конечно же все складывается так тут есть а вот такие вот фонарики 1 2 все работает не вижу розетки есть о друзья у нас две розетки на одно петрусь у каждого пассажира на боковушках смотрите тоже есть розетки уже две штуки ну то есть реально просто у каждого человека это что такое юсбишки друзья просто для зарядки типа мобильных гаджетов новый совершенно вагон разумеется тут все работает никаких как бы даже сомнений в этом нет окна открывать можно на проветривание вот слева справа форточки есть но я так думаю тут если надо летом и кондер могут включить смотрите да реально почти в каждом купе русские а привет девчонки на я подумал что вы может там в китай а якутия приятно познакомиться как друзья давайте посмотрим в туалет вот так они выглядят смотрите тут светящиеся такие диодные буквы vc их две штуки мужской женский тут уж перенальный столик имеется разрешается пользоваться туалетом во время станки биотуалет и но самое интересное вот здесь во второй кабинке мужской женский и душ и очень интересно посмотреть как же все выглядит внутри опа реально разрешено пользоваться мы сейчас как раз стоим все открыто все работает так заходим сюда вот так выглядит умывальник это у нас мыло вот здесь кранчик с водой тут все на сенсорах очень удобно вот так выглядит унитаз чистенький беленький бумагу внутрь не кидаем ногами не становимся вот тут есть даже этот шланг ну чтобы смывать на месте чё-то и вот здесь справа от меня душно на дверь так закрыть чтобы можно было туда попасть и вот так смотрите выглядит сама душевая кабина реально он лейка шланг слив то есть пожалуйста это конечно реально круто то есть даже несмотря на то что ты едешь ну типа примерно 10 часов возможность принять душу это всегда здорово хотя я представляю какие тут будут очереди вечером перед сном если все решат принять душ хорошо что я помылся в отеле так очень важно смотрите здесь раздельный сбор мусора то есть тут не просто контейнеры для мусора стекло пластик и бумага что-то и пищевые отходы то есть представляете это не просто новый вагон это реально современный вагон в котором я надеюсь будет приятно ехать если кому-то сейчас показалось что этот вагон очень сильно напоминает российский плацкарт то вам не показалось мне очень интересно посмотреть как тут выглядит тем хотя тем это по сути и нет здесь скорее кулер потому что вот горячие напитки вот холодные все как бы спрятанным здесь за панелью и смотрите какая интересная надпись ржд а знаете почему все потому что южные кавказские железные дороги являются дочкой дочерняя причем стопроцентная да по моему владения то есть никаких других инвесторов акционеров не вот то есть не сейчас проводник подсказывает что до верная информация юка ж.д. это вот дочка ржд ну что ж сегодня проедемся посмотрим здравствуйте посмотрим как же здесь в армении вслуживают в поездах кстати пока я изучал вагону ко мне в купе подсели и другие пассажиры дни он машет паренек вместе с ним едем он на верхней полке спит здорово ну-ка расскажи что у тебя здесь интересно ну-ка покажи это же трицератопс обалдеть улучшил ты еще добавил там какие-то орудия да классно мальчишка оказался очень общительным и решил показать мне все свои игрушки вот еще смотрите кто с нами едет код потом что касается остальных пассажиров вагоне тут вообще получился очень интересный расклад так ну что мы тронулись примерно половина иностранцы ну иностранцы в смысле не людей не из россии а тех кто был бы с армении я честно говоря тут и не видел то есть самих местных дожителей армян либо русские либо какие-то прям англоязычные люди вон парень например вот с румынии едут просто напротив с ним уже разговаривали он сидит в общем как оказалось сами армяне этим поездом не пользуются только иностранные туристы и которые решили из армении отправиться в грузию после того как поезд тронулся а проводник еще раз проверил все документы и начал разносить белье после завершения поездки собирайтесь белье оставитесь на место я вас хорошо да то есть не нужно вам туда не нет 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 друзья то я помню как это все собирают и такие к началу вагона не судили болезнь дачи на место все в один этот большой пакет 2 простина на онышко и один полотенце спасибо большое смотрите она светло-бежево мне очень нравится цвет но не вот эти вот тупо белые которые уже давно не белые а желтые здорово а еще через 10 минут в вагоне выключили основное освещение так что я решил перекусить и начинать готовиться к сну взял такой перекус в поезд там несколько бананчиков йогурт зацепил в супермаркете сейчас надо перекусить и в принципе можно ложиться спать тело специально сюда под лампу чтобы получше видно было потому что в вагоне свет уже выключили сейчас начало 11 тут уже к сну готовится чонки вообще уже увлеклись те кто с детьми маленькими несколько человек туда дальше те вообще уже спят во всю вы пройти хотите заслушались я короче на так интересно рассказываю дрыхну да так ну что пробуем йогурт прикольно персик маракуйя сто лет йогурта не ел решил в поезд взять просто кефира не было так бы я кефирчик взял но окей ну и бананчики сидим нормально едем почистив зубы и умывшись я начал застилать свою полку и тут меня ждал приятный сюрприз мягкая обивка сиденья не была жестко закреплена так что под нее можно было заправить простыню чтобы она не искатывалась во время сна это отличное конструктивное решение под подушку я убрал документы это самое надежное место в ночное время и даже успел улечься на свою полку но засыпать пока не спешил так ну что друзья мы в гюмри сейчас полночь то есть два с половиной часа прошло с того момента как мы отъехали из еревана здесь первая большая остановка мы будем стоять 20 минут следующая остановка будет уже в ванадзоре здесь у нас что меняется тягач до меняется тягач машинист а то есть сейчас поменяется бригада как водитель водить как водитель меняется бригада машинист машинистов дороги водитель здесь садится и едет отбилиси да 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 а почему сразу с ереваном не могли посадить и ехать больше всего сколько два с половиной два с половиной часа всего отъехали значит с еревана они едут два с половиной часа а эти новые которые сядут сейчас ехать еще полночи более опытные а более опытные куда у нас вагон один час отъехал в магазин все друзья сам поехал сам поехал так ну пока есть время загляну на сам вокзал к тому же там думаю будет теплее сейчас на улице градусов наверное 14 как громко хлопает так я зашел на вокзал совершенно безлюдный здесь ни одного человека вот касса билетная я не знаю там есть кто-нибудь ну такой не очень большой но смотрите какой красивый гляньте какая огромная просто люстра шикарная люстра как в театре я не знаю а здесь что-то никого нету я хотел в билетной кассе узнать расписание как от Гюмри до Еревана ходят поезда там электрички потому что у меня есть такой хитрый план я хочу на обратном пути уже из Тбилиси сойти в Гюмри и целый день провести во втором по величине городе Армении это очень интересно поскольку все когда приезжают в Армению всегда летят именно в Ереван и не так много информации вообще влогов блогов видео в интернете про Гюмри но я если честно не совсем пойму где узнать расписание так и не найдя на вокзале ни одной живой души я уже собирался вернуться к своему вагону но тут мне на выручку пришли местные ребята это Гюмри Ереван вот это Гюмри Ереван вот это Гюмри Ереван вот это 4 раза? это только пятница, суббота, воскресенье это скоростной какой, какой последний это 2 500 стоит то есть первые три смотреть первый вот этот 7 45 11 55 18 15 вот это вот время бог с ним с ценой вот это время отправления отсюда и я еду в Ереван это каждый тебя есть каждый раз спасибо большое о, друзья, узнал вот молодой человек он только что здесь подсел к нам в поезд и сам говорит я местный пойдем дружище тебе все расскажу покажу ну вот 12 вагон разобрался я тоже 12? да, ну мы я выходил, ты всадился ты наверное не ты не увидел просто я тебя на улице видела ну да 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 так все здесь никого здесь не шумим ну давай спокойной ночи в первую часу три часа ночи проводник вот там свет мы погоним потому что мы побежали украинской границы надо уже просыпаться чтобы проходить по нужную проверку я уже успел смыть и конечно сейчас очень не хочется но все таки надо вставать готовить паспорта и выходить к нам тоже к армянской границе мы подъехали уже через 10 минут в общем друзья только что прошли погранконтроль на армянской стороне очень быстро работали таможники то есть зашло сразу несколько человек все с вот этими аппаратиками похожими на такие старые компьютеры с маленькими экранами в них вставляли все наши паспорта они считывались высвечивались наши данные как бы никаких вопросов вообще не было то есть посмотрели фотографию сверлили ну что действительно тот человек штампик все до свидания минут мне кажется за десять просто они с нами вот закончили люди некоторые пассажиры даже сильно не вставали просто лежат спят привстали показали паспорт и все все сейчас и отнять все другое вагон по вагонам они идут они с нас начали да 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 сначала вот это хвостовой вагон они идут с хвоста и сейчас до головы будут идти да 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 а через сколько мы грузинскую сторону приедем в 4.40 в 4.40 вот такая же будет как сейчас в 4.30 вы нас растолкаете да 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 все и мы с паспортами спускаемся вниз уже к грузинской границе пока они не сделают паспорт контроль в вагоне не делают в вагоне нет сделают в пункте есть пункт там сделают значит будем все выходить да 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 так из приятных новостей мы сейчас можем завалиться спать пока остальные вагоны будут проверять из неприятных на грузинской стороне придется ножками топать НДО погранпункты чтобы там чтобы там мы прошли проверку так друзья сейчас 4.45 утра мы только что прошли паспортный контроль здесь на грузинской стороне нужно было выходить из поезда там на перроне были окошечки два пограничника сидели показали паспорт буквально две минуты это заняло все можно вернуться в вагон и сейчас по поезду идет еще таможенный контроль то есть ну видимо вещи досматривать потому что на армянской стороне этого не было сразу шла бригада погранцов они и паспорта проверяли и там на пассажиров смотрели вещи не проверяли в чем сейчас таможенный будет контроль заключаться честно говоря не знаю подождем посмотрим так как мы на границе снимать за пределами поезда ну мне не разрешили я там спрашивал я понимаю нельзя снимать здесь так что вот снимаю вам из тамбура ну тоже тоже хорошо тут зато свет хороший а там вот темно было окей в общем идем ждем так как была уже глубокая ночь что очень хотелось спать в общем друзья вся таможенная проверка заключалась в том что у нас сотрудник в форме поинтересовался если что декларировать или нет ну получив отрицательный ответ просто прошел дальше сейчас примерно без пяти пять поезд тронется только в пять сорок то есть мы сейчас 45 минут будем стоять а потом еще через два часа уже приедем в Грузию то есть тут поспать просто некогда буквально там каждые час-полтора были остановки на армянской стороне по Грузии в принципе ехать всего пару часов на улице туманчик так но кстати теплее чем было в Гюмри где я последний раз выходил даже не знаю что еще добавить не очень насыщенно так сказать все это происходит одна проверка вторая пока можно отдыхать попробовать поспать хотя тут свет включен тоже такое себе что не знаю что не знаю что не знаю что 7 часов утра мы уже примерно полтора часа едем по территории Грузии рассвет где-то час назад и вот с этого момента стало видно как за окном там проносятся такие настоящие альпийские луга парашки пасутся туман там вдалеке где-то в горах деревеньки пролетают вот эти колоритные из камня все домики сделаны крыши там черепичные местами были прям очень красиво смотрятся и сейчас мы уже въезжаем в Тбилиси за окном сейчас по сути окраина города мы примерно минут 20 будем ехать по таким пейзажам и уже после этого приедем на центральный вокзал Тбилиси сейчас самое время выпить горячего чайку прийти в себя уже окончательно проснуться вон ходит проводник всех расталкивает рассказывает что сейчас уже приедем все говорит просыпаетесь да уже пора да 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 что вот пассажиры туалет помнится чай можно попить у вас какой-то стакан или что стакан у меня есть а это кухня такая да вот здесь вообще-то это служебное отделение а это микроволновка да 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 ничего себе там еще гляньте микроволновка то есть если что-то погреть надо можно туда обратиться к вам да обратиться к вам видите тут есть микроволновка в поезде представляете вот это красота как друзья кружечки сейчас еще чаек дадут вообще здорово будет а это очень сильный поезд спасибо огромное так пока заваривается мой чай я хочу прогуляться до вагона купе до свэшного вагона посмотреть как они вообще выглядят как раз заварится чай можно будет его пить так друзья вот это вагон купе ну внешне ничем особо не отличается такой же тамбур заходим внутрь вагоне купе в принципе все то же самое только есть вот такой вот еще электронное табло но у нас его не было вот купеные вагоны пассажировместимость 36 мест вот так выглядят купешки ну тоже все чистенькое новенькое вот так везде все занято хотел какое-нибудь купе показать думал вдруг свободное есть в итоге одна девушка согласилась показать мне свое купе вот девушка ехала она мне разрешила заглянуть просто показать как все выглядит смотрите какие-то мягкие сиденья гляньте спинка здоровая вот там фонарики все работает крючочки имеются сверху там подушки и вот это верхняя полка если опустить то получается стандартные четыре как бы полки только единство что все закрывается вот так вот дверью и обратите внимание друзья никаких матрасов то есть здесь ты стелешь просто прямо вот на вот эти мягкие сиденья конечно очень удобно но и у нас же так плацкарте ладно идем дальше посмотрим с вами спасибо большое так как раз туалет открыт посмотрим есть ли какая-то разница если честно по-моему все то же самое что и у нас так вот с душем тоже смотрите тоже там душевая кабина нет вообще все то же самое теперь идем в СВ вагоне СВ меня встретили очень гостеприимно мне девушка проводник решила показать один из пустых СВшечек на двухместную здесь получается просто нету третьей-четвертой полке а вот это все выглядит точно так же еще здесь еще здесь есть телевизор потому что в купе сейчас я был там не было ну да в два раза больше смотрите здесь пассажирам такие гостевые бутылочки какие-то крекеры и чай с кофе наборы ну то есть идут в подарок так что тут еще интересного так все включается здесь громкость регулируется непонятно какие-то кнопки совсем кому что не регулирует но вот эта громкость видимо наушников то есть вот сюда вставляешь о гляньте тут вот такие шкафчики полочки здесь просто какую-то одежду можно положить все открывать здесь даже есть сейф друзья посмотрите он небольшой конечно но что-то типа документы положить можно конечно очень удобно проводника вот это нажмите вот ну вы уже здесь там что-то загорелась у вас а вот звенит ребят слышите такой а вот это а то есть здесь у всех карты все кто едут в своем карточке они заходят выходят по картам в общем вагон св во всех смыслах оказался очень продвинутым так ну что пятиминутная готовность как раз пока ходил смотрел кубешки и свешные вагоны чайок завалился красота в качестве завтрака сделал сладкие бутерброды специально взял вчера в магазине джем от махея хрустящий армянский хлеб и джем с кусочками натуральных фруктов как раз то что надо для начала хорошего дня сейчас уедем практически по центру тбилиси буквально всего ничего осталось до главной центральной дорожной станции мужик по путям идет не самый лучший по моему выбрал маршрут чем друзья вот такая поездочка получилось заняла получается 10 часов вообще не сложно было я бы сказал интересно компания хорошая была вот единственное что особо ты поболтать было некогда потому что типа мы пол десятого уселись там пока разложились там часик и все и можно уже спать что мы все и сделали благополучно и сейчас вот 7 утра там начала восьмого все мы уже приехали сейчас уходим все расходимся по своим делам в разные стороны ну единственно что было не очень приятно что постоянно нас требушили то таможня то остановки на армянской стороне приходилось просыпаться получал что только уснешь сразу просыпаешься вот толком выспиться не получилось ну а мы все прибыли на главную станцию чем друзья спасибо что досмотрели до конца ставьте палец вверх подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать тут вот уже люди с чемоданами идут к выходу я тоже буду собирать вещи и двигать на выход пока и и и и и